Приветствую вас, смотрите, какая получается ситуация. Сейчас вы находитесь в определенном состоянии жертвы, потому что вы как бы не знаете, что вам делать, вы не знаете как вам поступать. Вот вы не знаете получается, что вам нужно и вы не приняли решение. С одной стороны, ситуация, которая произошла, она вне всякого сомнения, неприятно, она вне всякого сомнения вас задевает. Но с другой стороны, именно с другой стороны, вам нужно увидеть в том, что произошло. Факт, ну скажем так, факт того, что девушку вы знали не на все 100%. И факт того, что вероятно, это не совсем тот человек, которого вы видели перед собой. Возможно, у этого человека есть некоторые особенности, некоторые моменты, на которые нужно обратить внимание. И сама по себе эта ситуация, она с одной стороны вас задевает, то есть она как бы мотивирует, создает для вас такие ситуации, когда вы думаете о себе хуже. Вы чувствуете себя хуже. Но с другой стороны, говорит об этом, что да, девушка не была удовлетворена положением вещей. Что вы живете в разных городах, что внимания вы уделяете мало. Вот. И то, что она не сказала вам об общении с другим мужчиной, да. Ну здесь, в данном случае, выступает с одной стороны, как признак недоверия, с другой стороны, как некий страх, некое нежелание. Например, вас, допустим, потерять или обидеть. Вот. Поэтому, вот в таком примерно ключе мне видится здесь ситуация, да. То есть вы сначала как бы разбираетесь в том, как меня это заделать. В контексте чего, в ключе чего я стал хуже о себе думать. С одной стороны. С другой стороны, а вот если вы называете это предательством, то... По сути, девушка, она не совсем такая, как вы себе представляли. И вам желательно бы не цепляться за тот образ, который у вас был. А желательно, как раз таки, смотреть на того человека, который существует в реальном мире. У которого есть свои желания, у которого есть свои потребности. И станет ли человек тогда, в таком случае, для вас предателем. При условии того, что вы не оставите, как есть, субъективный фактор, это вполне возможно. Ставим возможно, что вы сможете принять реального человека, а не его образ. И сможете жить в таких еще реальных отношениях. То есть, к примеру. К примеру. Вы живете в разных городах. И, соответственно, да, ну чисто физически не можете уделять внимание девушке столько, сколько ей хотелось бы. Естественно. Естественно. Вполне, вполне естественно. Значит. Да, темпераменты и потребности у людей разные. То есть, кто-то может там целыми днями дома ждать своего партнера пока там, ну в течение, в течение нескольких лет, а то и больше. А кому-то сложно и один день. Побыть, да, без определенного взаимодействия. И это от них не означает, что, например, девочка вас не любит и вам не дрожит. Просто она вот такая. И вряд ли кто-то может ее осуждать. Но, в чем действительно проблема, это в том, что, как бы, вы не отвечаете, вы не несете ответственности с одной стороны за то, что ваше взаимодействие довольно специфичное. То есть, оно на расстоянии. И, ну очевидно, нет каких-то конкретных сроков, да, когда это прекратится. С другой стороны, между вами недоверие. Девушка не сказала вам о том, что вот так и так я общаюсь с другим мужчиной, там, извини, там, или что-то типа. Что-то типа. Вот. Это тоже проблема. Поэтому, на мой взгляд, именно в таких ключах, да, именно в таком, в таком виде находится ваша текущая ситуация. И, первое по значению, по значению, это проблема субъективного восприятия этого это произошло. И, значит, может быть, коррекция и помощь вам в этой сфере. Создание четкой позиции. Опять все, ваши повисы. Ваши повисы. И, с другой стороны, это уже выстраивание отношений с девочкой в зависимости от того, что вы к ней чувствуете. Ну, примерно так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку качества лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.